Частный случай открытого нападения — это открытый шах. При этом тактическом приеме ход делает одна фигура, а шах объявляет другая, открываемая. На роль отходящей фигуры, иногда ее называют ударной, годятся все фигуры, кроме ферзя, поскольку если это ферзь, то король уже под шахом. На роль открываемой только линейная фигура — ферзь, ладья или слон. Данное тактическое средство очень коварно, особенно в тех случаях, когда отходящая фигура способна совершить взятие или опасное нападение. При этом отходящая фигура может совершенно не беспокоиться о своей безопасности, так как у объекта нападения нет времени для ответного контрудара. Его король находится под шахом. В этом примере белый конь отскочил не кое-как, а лучшим образом. Он создал угрозу взятия черного ферзя, которому уже не спастись. Черные защищают своего короля ферзем. Он идет на е7. Белые бьют ферзя конем c6. И у белых решающее преимущество. Вообще, чтобы открытый шах имел наибольший эффект, необходимо найти лучший отскок открывающей фигуры. Поэтому не следует торопиться при выборе кандидатов отскоков. Силу открытого шаха весьма наглядно демонстрирует финал старинной партии в этом примере. Эта партия была сыграна в Берлине в 1851 году шахматистами Андерсеном и Дафресном. Черные делают ход пешкой h7 на h5, угрожая пешке g4. Они намереваются на следующем ходу побить пешку g4, освободить линию нападения своей ладье h8, и белый король окажется под матом. Отойти ему некуда. Обратите внимание, что белые не могут увести от удара короля и на втором ходу. Открытый шах нередко используется для перевода фигуры на более важную, более ударную позицию. Этот пример из партии Ангарс-Кириллов. Рига, 1979 год. Черный конь e4 идет на поле f2, объявляя шах белому королю. Если в этой ситуации белые решили бы побить коня черных ладьей f1, то черный ферзь сделал бы ход на поле a1, и белые получили бы мат. Поэтому сохраним ладью в качестве прикрытия. Король уходит от шаха на поле g1 и сам угрожает коню. Конь бьет белую ладью на d3 и открывает линию удара по королю черному слону c5. Белый король уходит на h1. Черный конь опять делает ход на f2, шах. Белый король уходит на g1. Черный конь на e4 и опять открывает линию удара слону c5. Король уходит на h1. Черный конь делает ход на g3 и оттуда угрожает королю соперника. Уйти королю некуда, но пешка h2 может побить коня. Черный использовали такой отвлекающий маневр, чтобы освободить линию h. Черный ферзь делает ход на h6 и объявляет мат белым. Прием с использованием открытого шаха, который демонстрирует этот пример, советуем вам хорошо запомнить. Белый слон f4 бьет пешку h6 и угрожает пешке g7 и сквозь нее ладье f8. Происходит так называемое разрушение пешечного прикрытия черного короля, потому что пешка g7 вынуждена бить слона h6. Король черных оказался открыт. Белый ферзь d2 бьет пешку h6 и угрожает ладье f8. Черная ладья уходит на c8. Белый слон идет на h7 и угрожает черному королю. Король уходит на h8. Белый слон отходит с поля h7 на g6 и открывает линию удара ферзя по черному королю. Черный король уходит на g8. Белый ферзь идет на h7, объявляет шах королю и угрожает пешке f7. Король вынужден уйти на поле f8. А белый ферзь бьет пешку f7 и черные проиграли. Мат. Несмотря на кажущуюся безобидность, довольно коварны открытые шахи, когда в роли ударной силы выступает король. Партия Руя-Журавлев, Лейпая, 1952 год. Белые делают ход королем f2 на e3 и дают черным возможность сделать ход королем на поле d7 и освободить линию удара ладье e7. По белому королю. Шах. Поучитель и назабавен на тему открытого шаха. Этюд Троицкого. Король черных прячется в тени коллеги. Цель белых убрать эту тень. Белый король с поля g4 идет на f4 с такой задумкой, чтобы потом пойти ладьей на g8 и объявить шах черному королю. А в то время, пока король будет уходить от шаха, провести пешку a7 в ферзи. Но черные отвечают ходом короля на f2. Он снова оказывается спрятанным от удара. Белый король идет на e4, черный за ним на e2. Белый король идет на d4, черный на d2. Белый король идет на c5, черный на c3. Белая ладья идет на c8. Она ждет, чтобы белый король отошел, а черный оказался бы под ее ударом. Белая пешка a7 осталась без защиты. И черная ладья a1 бьет ее. Белый король делает ход на b6, угрожает ладье на a7 и открывает линию нападения на черного короля ладье на c8. И у белых очевидное преимущество. Этот пример демонстрирует силу пешки в качестве ударной фигуры в механизме открытого шаха. Чтобы механизм пришел в действие, необходимо найти его маленький секрет. Белый ферзь c3 делает ход на поле g7 и объявляет шах черному королю. Черный ферзь e7 бьет белого ферзя, но сам оказывается под боем белой пешки h6. Белая пешка e6 делает ход на e7 и вот какие последствия возникают. Открывается линия удара белого слона на b3 по черному королю. Под ударом оказалась черная ладья d8 и пешке ничего не мешает стать ферзем. У белых решающее преимущество. А этот пример учит, что не всегда выгодно торопиться использовать силу открытого шаха. Партия Зита-Бронштейн, Вена, 1957 год. Если в такой ситуации черные сделают ход ладьей f6 на f2 и откроют линию удара черного ферзя на g7 по белому королю на d3, то этот маневр не будет эффективным, поскольку своего короля легко защитит ферзь, сделав ход на d4. Если черные пойдут ладьей на f4, предупреждая защитный ход белого ферзя на d4, то белый король скроется от удара на поле c2. Значит, черным необходимо сначала озаботиться тем, чтобы поставить одно из этих полей под свой контроль, тогда применение открытого шаха достигнет цели. Итак, Бронштейн, черные, делает ход пешкой c7 на c6 и угрожает ладье на d5. Ладья d5 уходит на d4. Черная пешка c6 идет на c5. И теперь контролирует поле, где сейчас стоит белая ладья, и откуда белый ферзь мог бы защитить своего короля от шаха черного ферзя. Белые должны вернуть ладью на безопасное поле d5. А вот сейчас черным выгодно пойти ладьей, и открытый шах будет эффективен. Черная ладья пошла на f2. Белый король под шахом. Если на его защиту встанет ферзь, то он будет бит пешкой c5. А уйти королю из-под удара на поле c2 нельзя, так как его сторожит черная ладья f2. И у черных сейчас решающее преимущество. Продолжение следует...